Да, я бы сказал, что у вас есть запросы от университета. Да, нет? Всё правильно. Я поднимаю сразу. Это же от меня. Дело так, нет? Так что класс будет исходя именно из этого запроса. Мой запрос был. 2 часа. Какой запрос? Запрос был. Много толстых шагов без ничего. Да? То есть много работы ног. Просто из головы идёт не по базе, да? Ну, то есть по базе? Не по базе было. Да, да. Понимать. Понимать. Потом уходы в пол, парфет, да? И поворот. То есть это было как-то университет? Нет. Нет. Окей. В принципе, корпус делает то же самое. Остальное. Это было как-то. И это было как-то. Не по базе? Но в этой жести. И это было как-то. Я в первую очередь. В этом году. И это было как-то. Так, но в плане. И это было как-то. Субтитры делал DimaTorzok 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 вот такого движения хаоса или вот такого движения то есть это всегда будет вот так если я делаю ногами я делаю вот так а у меня тело реагирует это очень важный момент который тоже обратите внимание особенно вот это связка где у вас центр находится это еще не таз но и не живот и все движения они рождаются отсюда и если у вас двигается тостой корпус тоже всегда и наоборот это это принципиально важный момент именно для хаоса то есть я не изолирую движения никакие это запорты хочешь добавить в принципе можно изолировать движение но основа основ это все все тело связано а изолирует движение уже вы можете когда вы это осознанно понимаете что вы деляешь реакцию изолирует таз вы изолируете а строго как марш сказала она это уже идет раскладывание такой поди-ворк когда идет какая-то изоляция а именно кач он через все тело всегда проходит это просто основополагающая тема для того чтобы именно почувствовать хаос нужно почувствовать вот эту тему как все тело у вас как большая такая вселенная взаимодействует так про ноги запомнили и про этот тофлик тоже давайте мы сейчас продолжим будем качать и постепенно еще остальные нюансы расскажу хорошо давайте начнем с коленей коленей вот так просто собаки гулял так то есть начнете так и без вот этого просто колени вниз тело расслаблен так все и так и в это не и и и и Подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот это. Потому что это позволяет все время двигаться. Колено работает. Сюда. Сюда. Не на сюда. Можно чуть пошире ноги. Сюда. Тело отвлекаем. Сторожно. Сюда. Сюда начинаем. Сделаем шире. И все. Руки. Так. Ощущение, что я проведу на подмышке. Все время хочу проведать. Понимаете? То есть у меня получается, что не вот так, не вот так, не так. А вот чуть-чуть вот так. И можете, ага, валенка. Наверх. Не вот это. Подавайте мне. Ощущение сюда. Космос. Совсем другое дело. И сразу слайд, а то не так. У меня пошли. Вот так, да? Вот так. Вот так. Да? Стопа не гуляет. Стопа не гуляет. Видите, у меня стопы никуда не двигаются. Я стою. Заземлена. Да. Вот и руки уже висят. Да. Я понимаю, что вы, может быть, немножко чувствуете себя идиотски с этими руками. Да. Но это только в начале. Да. Среди вот так. Вы не просто их держите вот здесь. А помните, что то, что вы делаете, у вас должно отвлекаться везде и в руках то же самое. Да. Вперед. Назад. Вперед. 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 Да. Движение не отворяется. И только отверстие. Отдак. Отдак. Отвлекается. Отвлекается. Да. Смотри на стопы и колени. Вот. Движешь сразу. Многи можно ставить чуть шире. Да. Пробуем скоряк. Сейчас. Напоминаю вам расстопы. Пусть они вот так не гуляют. Стоят на месте. Только не от спины, а от попа. Так. Когда движение будет идти от рада, ой. Тогда вот здесь все будет работать. Если движение от спины, то сразу видно вот так. Движение от спины. Скорее. Номер. Добавляю в ногу. Наверху. 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 Добавляю. Андрей, добавляй больше сел. Да. Как бы не вот это все. А потом, а до встречи. Устаньте! Удовольны больше всех! Просто назад Назад Так Назад Только не вот так У меня даже так не получается Устань 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 Встреча Вперед Точнее收看, сезонnant прав doet внимание, с этим movimento. С этим supportor для тебя будет. НаOr, на Bang Университете. На Борисе и ватни, на Борисе. На Борисе и ватни. На Борисе вперед, за Борисе. На Борисе. Борис кetics. Попробуйте сейчас, исходя от того, что мы чуть-чуть скачиваем тема нашего сегодняшнего занятия, поэтому мы совсем капельку прикоснулись, потому что невозможно было это на призлок судьбы оставить. Попробуйте сейчас буквально несколько минут, я тут покачаю уже с вами, вы покачаете, все мы покачаем, но уже никакой это все-таки часы в автобусе дают, по какой-то специальной траектории, просто на ощущениях и просканируйте себя, ага, так что у меня колени, стопы, так что колени, вес ровно на двух ногах, вес с одной на другую, таз, голова, руки, и все ли я в дело в общем-то, в стране, дело в дело. Вот. И пойдем потом дальше, да? Хорошо, хорошо. Продолжение следует... 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 называется создание движения вообще мы сейчас разберем 6 основных принципов потом устроиться вообще какой-либо степ если разобрать хамсбэйсик хаусбэйсики все вот эти принципы они будут применим то есть в одном движении сердце в другом этот метод а где-то смешивается где-то не смешивается только на этих вариантов ну ладно вот знаете в принципе создание движения можно что-то свое ну то есть из ничего как вот создать и мы с вами сейчас пройдемте даже я бы сказал пробежимся по этим шестим рядом и будет строиться история таким образом я покажу три варианта и почти запомнил степ слайд и прыг да и маша свои три пока что она расскажет вам сама какие у нее там мы две минуты с вами на степах проводим шагаем по разу две минуты проводим на сайтах и две минуты на тушках и потом маша приходит вот смотрите если вы сейчас на лету что-то не будете славливать ну для вас может быть визуально сложно прям сейчас вот вы вы пробуете структурой делать не прям точное движение которое показывает например хотя бы направление но не стоит ровно на месте блин вот это первый момент и второй момент включаетесь максимально если у вас что-то не получается стоит чуть больше свое внимание собрать вот и сразу все получится реально на опыте проекта алексей к нам приезжал да вот как-то класс был там если она показывала были вообще вот я но просто вот тогда сделал собрался и все получилось сразу чуть-чуть это ну не знаю человек использует просто свои возможности на а вы используете на 4 короче начинаем с шагу мистер диджей миссис диджей да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И я оторвался, я лечу, потом я лечу обратно, и история повторяется только наоборот. Я принимаю себя на стопу, опускаю пятку и возвращаюсь в пол. То есть я, ну, в принципе, начало прыжка все знают хорошо, но окончание прыжка, вот, это такая проблематичная зона. Вот. А окончание прыжка – это очень важно для вашего здоровья и для красоты и изящности этого движения. Поэтому, когда вы прыгаете, вы сгибаете колени, потом начинает двигаться стопа. Для этого вы, в принципе, и качали его так, чтобы прочувствовать. Вот. Отрываетесь и обратно в той же истории приземляетесь. Вот. И здесь действует тоже правило для ваших коленей и стоп. Чтобы, когда вы приземляетесь, когда делаете вот эту амортизище, вот, ваши колени смотрели в сторону стопы. Это важно, когда вы приземляетесь на две ноги и это супер, супер, ультра важно, когда вы приземляетесь на одну ногу. Вот. Потому что много очень джоулей. Вроде как это так называется? Силы. Силы джоульных. Вот. Действует на ваше колено, которое амортизирует. И если ваше колено не в ту сторону направлено, то это очень большой напряг для менискр. О! Сейчас пару разочек с вами просто прыгнем и приземлимся правильно. Вот. И вы почувствуете стопу свою, что вы себя амортизируете. Можно подрядушкой сделать. Да? Мы очень часто снизу стоя. Вы иди в этой стопе. Да. На самом деле для высоты прыжка нужно, чтобы у вас задействована очень хорошо была ваша стопа. Если вы ее напряжете, ну то есть не напряжете, а оторветесь, то есть во время полета вы должны почувствовать, что ваша стопа максимально смотрит вниз. Значит, это скажет о том, что когда вы отрывались, вы задействовали всю стопу до самого конца. И обратите внимание, вот Саша сейчас прыгал, что прыжок мы делаем за счет ног и центра, не за счет корпуса. То есть нам кажется, что если я буду добавлять корпус, я буду прыгать выше, но на самом деле все наоборот. То есть он блокирует только. Здесь спина у меня находится в ровном положении. Тогда я могу прыгнуть выше. А руки, естественно, могут тоже задействоваться. Вот, можно снять. Вот, скидывать руками. Но важная история здесь именно про вот это. Вы сразу в 10 раз выше запрыгали все. Да. Вот, мы планы. Спасибо. Спасибо.